Приветствую, друзья, на библейском портале экзегет. Ответы на ваши вопросы. На что нужно обязательно брать благословение у священника? Обязательно брать на то, на что священник считает для вас необходимым его брать. Если вы каким-то образом позиционируете свою зависимость от духовного руководства священника, это же не административная наша власть, а власть церковная, и над ним есть своя власть. Духовная – это правящий архиерей, и мы, как прихожане, также можем пользоваться этим благодатным содействием, которое мы называем благословение, которое на добрые дела нашей жизни или какие-то необходимые служения, послушания получаем. Там, где сказано «без моего благословения никуда не отлучайтесь». Но это более свойственно, например, монастырской жизни, где дисциплина и подчиненность, и навык не делать ничего без благословения входит уже в привычку, в обиход. Почему и полезна монастырская жизнь для того, например, кто еще и не определился даже с будущей своей половиной, или вообще обзаводиться семейством. Побыть какое-то время в монастыре, чтобы вкусить эту радость жизни по послушанию, бывает очень полезно для души. Потому что все мы призваны быть послушниками у Христа, но это вовсе не означает ходить неотступно за приходским священником и всякое слово или всякое дело сопровождать и спрашиванием у него благословения. Батюшка, благословите, позавтракать. Батюшка, благословите, на работу пойти. Батюшка, благословите, так ответить партнеру или какому-нибудь там собеседнику. Наше призвание следовать за Христом, быть его послушниками, предполагает для нас стяжание Духа Христова. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его, а именно Дух Христов помогает нам действовать в соответствии с волей Божьей. Выполнение своих будничных обязанностей, обращение с людьми определенным образом, как сам Христос показывает нам пример обращения с ближними в духе любви, сострадания, соучастия, служения. Так что это общее послушничество нашей жизни Христу вовсе не должно проявляться постоянным занудством и неотделимостью от священнического сопровождения своим согласием, своим благословением. Когда человек находится в монастыре, то самая его жизнь при храме, непрестанное пребывание под благословением и на послушании своих начальников монастырских, приучает к тому, что всякое движение наше и форма наших внешних контактов бывает регламентировано. Но это удобно в связи с определенной условностью жизни, с теми условиями, которые создаются в монастыре, как все-таки достаточно замкнутой системе. Там, где мы являемся прихожанами, где у нас достаточно большая самостоятельная жизнь в мирских своих домах, при исполнении своих семейных обязанностей и профессиональных, считать, что все может быть сопровождаемо в частностях, в том числе благословением священника, конечно же, неразумно. Достаточно основные направления жизни согласовывать, понимать, что какая-то смена работы, выбор направления учебного, сближение, особенно с перспективами супружества или особого партнерства с какими-то новыми людьми, конечно же, требует пастырского надзора. Если он вам уже знаком, если душа чувствует, насколько полезно от Бога поставленное пастырство для нашего смиренного следования путями воли Божьей. Человек в противоположной крайности находящейся, своенравный, своевольный, то и дело наскакивает на разные приключения, делая впоследствии выводы. И что же это я себе доверился, и куда же это меня потащило, и зачем это мои добрые намерения стали для меня тропинкой в ад? Не зря говорит народ, бойтесь своих желаний, ибо они сбываются, и не всегда они оказываются нам полезны. И благими намерениями выстлана дорога в ад, тогда, когда эти благие намерения не взвешиваются на весах благоразумия и подлинного от Бога призвания. В этих вопросах, конечно же, благословения своего приходского священника, своего духовного наставника, бывают крайне необходимы. Духовники, воздвигаемые на это высокое служение, для нас, благодаря своей высоте внутренней жизни, благодаря духовной чуткости, больше нас оказываются причастны к промыслу Божьему о нас самих. Он нам не так виден, как им, и поэтому, доверяя решению того или другого вопроса или спрашивая благословения на свершение того или другого пути или служения, мы, испрашивая это самое благословение, обращаемся к самому Господу молитвенно. «Господи, через моего наставника в вере Христовой укажи волю Твою и подскажи, что мне полезно, а чем, быть может, я увлекаюсь, не замечая действия своих собственных страстей». Вот с этими размышлениями, рассуждениями нужно избегать крайностей, то есть не быть занудным и всегдашним попрошайкой попечения над собой священника, тогда как давно пора бы уже было, освоив некоторый дух христианской жизни, действовать самостоятельно и ответственно в выборе на жизненном пути, но при этом в каких-то особенно важных обстоятельствах жизни, в каких-то ее сильных переменах, в опытах внутренней духовной брани, в каких-то молитвенных особых степенях развития, конечно же, открывать свою совесть и спрашивать молитвенной поддержки и благословения духовника, это вполне необходимо, но можно сказать все-таки в утешении, что все-таки мера познается по мере опыта, и иногда в какие-то годы ты излишне будешь досаждать духовнику и потом почувствуешь это, а иногда тебе прибавится опыт от того, что ты где-то самонадеянно решил обойтись без вопрошения, без благословения, а оказалось все совсем не так, мне даже один из любимых и многоопытнейших пастырей говорит, едешь к духовнику и думаешь, ну вот это надо спросить, это надо, ну а это вроде бы не надо, это само собой понятно, а потом вдруг по какому-то наитью или потому что просто время осталось для продолжения беседы и исповеди с духовным лицом, ну думаешь, спрошу и это, и вдруг оказывается, что то, что тебе казалось само собой, оказывается совершенно противоположным и по содержанию, и по последствиям глазами многоопытного духовника, так что уже настоящая опытность, что спрашивать, на что не спрашивать благословения, появляется по ходу самой жизни, где те или другие крайности, тобою замечаемые, будут постепенно изживаться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok